Всем добрый день! Так, сейчас мы сделаем фон, и я его буду красить. Рамку я уже подготовила, она у меня уже была. Она будет белая, единственное, что здесь какие-то побрешности. Ну, это какой-то брак, видимо, за лоской. Я это все потом обыграю. А фон я хочу сделать голубой. Серединку для цветочка я уже сделала. Так, для фона я приготовила белая краска. Вот такая вот и курила. Я рубала на 7. Далее колеры. Я сейчас буду играть с этой импровизацией, поэтому я не знаю, что получится. Но хочу получить такой интересный фон. Так, вот такие колеры. Трючель бежевый. Голубой. Морская волна. Черный. Так, начинаем. Я приготовила вот такие листочки. Смешные такие. Они совсем мне не нравятся, но в скульптурной живописе они лучше просто, наверное, не получатся. Пусть будут такие. Так, и смотрим на какую-нибудь картинку. Фон у меня уже был сок. Прекрасный фон получился. Так. Думаю, как мне лучше сделать. То есть, листики у анимона они как-то шлистики получаются. То есть, под лепестками. Либо немножко... Так, то есть, вот примерно где-то я себе нарисовала центр. Примерно, наверное, будет где-то так. То есть, вот здесь у меня будет анимон. Нет, можно его чуть пониже опустить. Чтобы весь фон красивый. Не прятать. Так, и так получится. Примерно, где-то здесь. Так, сейчас я интересная приклеиваю на клей-план. Обычно клей-план. Так как они у меня уже подсохли. Фон получился прямо то, что я хотела. Именно таких оттенков. Например, как-нибудь так. Субтитры делал. Так. 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 И можно прям весь листик пройти с клеем. Ладно, потому что вот эти вот листочки, они тоненькие, чтобы они не отвалились нечаянно. Прям можно весь листик покрыть клеем пиво. Так, лепетки я нижние сделала, в верхнем покажу, как я листочки тут все очень легко и просто. И немножко сделаем акцент. Так, стебель, стебель, стебель. Вот если у вас подсохло, то можно вот так вот водой слегка размочить. Вот я хочу сделать ствол. Вот мы достаточно долго изъезжаем, листики. Таким образом, сейчас я просто его... просто задам ему форму пока, а потом я его буду формировать. Очень сыхая штука. Хорошо так подсохла. Такой можно смочить водой. и подставить форму. Так, я пока просто разравниваю, выбираю лишнюю штукатурку. Так, стебель я сделала, продолжаем. Так, примерно вот я смотрю, где у меня будет располагаться. Сама серединка. Так, где-то может быть здесь. Лепестки у меня подсохли, поэтому я их сейчас также буду наклеить. От цвета они у меня разные. Ну, светлые. Какие-то светлые какие-то. Чуть-чуть потемнее. Так, все распримеряю. Так, получается один будет здесь, один здесь, один здесь. Так как они у меня подсохли, я хочу немножко размягчить водой. И чуть-чуть подвернуть краешки. Немножко. Ну, здесь тоже все, как приподнять. Так. 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 можно. Я макаю кисточку чуть-чуть в клей. Угу. Угу. Вот, залезла. Смотрите продолжение в следующей серии. Мне нужно будет немножко взять штукатурки и вот сюда в серединку ее положить. Вот здесь она прям сухая, что можно из нее даже лепить. Это будет подложка именно под серединку. Здесь мне нужно будет ее утопить. Небольшое выгляни не сделаю. Хотя можно его и не делать. Так, и сейчас будем делать лепестки. Для цвета я взяла вот такой вот розовый кинокардон. Кинокридон. Прошу прощения. И кораллово-розовый. Итак. Обязательно влажная салфетка. И чистим стихи. Смешиваем два оттенка. И начинаем набирать таким вот образом. Так, вот такая рассветка получается. Мне она не очень нравится. Поэтому я сейчас заново буду набирать. Слишком пёстые. И там же будут верхние лепестки светлее, чем нижние. Я стараюсь максимально выровнять краешек. Можно слегка помочь кисточкой. Сделать его более тонким. Но сильно не мочите. Так и устанавливаем его. Между нижними лепестками. Ну, может кто-нибудь такой проиграть с краем. Далее будет более сейты. Её даже можно добавить белый цвет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...